теперь друзья смотрите как проверить что наш хостинг прописались dns сервера вы когда по ссылке вашего домена проходите то вот видите вот ссылочка на проходите то вот будет такой значок айоп значит dns сервера прописались и теперь можно идти в си панель и там уже устанавливать wordpress идем все панель открываете там где у вас у вас все данные пароли логины я заостряла внимание в прошлом уроке и смотрите вот переходите по ссылке вот такой ваш домен двоеточие 20 83 или слэш и си панель написано это си панель или она же хостинг называется если вот здесь что-то написано недопустимый файл не обращайте на это внимание вносите имя пользователь вносите пароль хочу сказать сразу что если вы три раза неправильно внесете то вас на какое-то время заблокирует поэтому еще раз очень внимательно с логинами паролями внесли данные заблокируют вначале на 20 минут еще внесете неправильно на час заблокируют будьте внимательны нажимаем войти и вот мы вошли в нашу си панель теперь давайте мы сразу я пока сохраню данные видите вот такая здесь нам не надо мы давайте это все закроем дальше переведем на язык русский вот я нажала на треугольничек здесь видите и change не буду читать 3 сверху даже английского не знаю не хочу позориться просто так и ищем русский язык русский или выбирайте свой если у вас вам удобнее на каком-то другом языке так выбрали все есть теперь вот сюда нажимаете вы возвращаетесь всегда в основное меню вот мы это сделали теперь нам надо установить wordpress мы идем вниз 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 вот самый низ и находим wordpress нажимаем дальше жмете вот здесь установить сейчас здесь выбираете умолчанию вообще стоит если вам нужно другой домен если вы добавляли домен то здесь на треугольничек нажимаете выбираете другой домен я сейчас вот здесь пропишу свои данные ну а потом уже поменяю их минуточку так я везде прописала свои данные смотрите почему я это сделала чтобы потом не затирать то есть я человеку делаю устанавливаю wordpress на чтобы мне потом не не затирать специально видео это время занимает я потом лучше администратора поменяю и так вы здесь пишите логин администратора все пишут по умолчанию админ никогда не надо писать админ пишите что-то другое вот пишите там или цветочек или какой-то ну вообще можете кракозяблики написать главное чтобы вы это все запомнили пароль пароль опять пишите сложный пароль следующее e-mail пишите свой рабочий e-mail случае если вы забудете пароль то на этот пароль можно будет на этот e-mail можно будет восстановить пароль все это помечаете опять же себе в вашем файле там где все логины пароли и нажимаете установка обязательно вот смотрите вверх перекручиваем вот все вы это копируете это копируете и идете опять же файлик все это сохраняете логин сохраняете пароль все мы с вами восстановили установили wordpress по этой ссылке переходим и мы входим с вами в wordpress и до встречи в следующем уроке в следующем уроке в следующем уроке